Теперь рязанские депутаты-предприниматели легко могут стать вип-клиентом Сбербанка. В нашем городе открылось отделение так называемого Сбербанк-премиум. На сайте филиала так и указано. Оцените преимущества привилегированного банковского обслуживания. По каким критериям банк с непривычной для обывателя бордовой табличкой определяет своих клиентов? На этот вопрос нам ответила вежливая девушка, открывшая нам запертые для неизбранных двери. Вы что-то хотели обслужиться? Вы нашли клиент? В смысле? Это Сбербанк первый, не просто Сбербанк. Я поэтому хотела точить. Да? Вы нашли клиента или вы просто... Нет, я хотела бы кредит через Бер, просто смотрю, табличка какая-то странная. Странная, все понятно. Мы работаем с обычными гражданами, только с клиентом. А в понимании клиента кто? Вот смотрите, 4 миллиона размещайте, вы наш клиент. Это как бы филиал Сбербер все равно, да? Вот здесь закрытая зона, поэтому у нас тут, то есть, здесь определенный круг людей, четкий. Ну, все понятно. Спасибо. Так что вы забогатите, Миллс? О, да, спасибо вам большое за совет. Мы с удовольствием это сделаем. Вообще, отвлекаясь от чисто банковских решений, становится как-то неприятно. Отовсюду только и слышно. Основа государства – народ. Главный налогоплательщик – народ. Критическое социальное неравенство – это уродливое явление. И тут же вам симпатичная девушка указывает на дверь. Не ВИП ты, нет у тебя миллионов. А стало быть, позвольте вам выйти вон. А человек, проработавший лет пятьдесят у станка – не ВИП? А воин, избранный в горячей точке – не ВИП? А учитель, который, может быть, и учил в свое время начальников банкиров в школе – не ВИП? Нет, как-то это неправильно, даже оскорбительно. Не каждому дано ворочать миллионами. Не у всех есть доступ к бюджетным средствам, чтобы регулярно пополнять свои карманы. И от того, что банки вот так подчеркнуто делят людей на, так сказать, чистых и нечистых, не верится, что в нашем обществе, несмотря на заверения верховных властей, что-то изменится к лучшему.